МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Азов.Инфо в студии Людмила Улихина о главных событиях огня в материалах наших корреспондентов. На заседании Азовской городской думы глава администрации Владимир Рощупкин выступил с отчетом о проделанной работе в 2020 году. Ковидный госпиталь получил в дар на пожертвование горожан необходимую медицинскую аппаратуру. Кузнец Владимир Кочегура стал гостем рубрики онлайн. Сегодня состоялось 23-е очередное заседание Азовской городской думы. Основной вопрос – отчет главы администрации Владимира Рощупкина о результатах своей деятельности и работе исполнительного органа муниципального образования за 2020 год. По словам Владимира Рощупкина, деятельность администрации в 2020 году была направлена на решение конкретных задач по обеспечению эффективной работы городского хозяйственного комплекса. За отчетный период в бюджет города поступило более 2,5 млрд. рублей доходов или 93,3% годовому плану. Расходы бюджета составили практически 2,6 млрд. или 92,6%. По итогам 2020 года сложился дефицит 32,9 млн. рублей. Рост доходов по сравнению с прошлым годом составил 305,5 млн. или 13,5%. Бюджет города по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год исполнен в сумме 766,8 млн. рублей или 105,6% к утвержденным бюджетным назначениям на год. Безвозмездные финансовые поступления за прошлый год составили 1,8 млрд. рублей, что на 13,5% выше показателя 2019 года. При этом расходы увеличились почти на 12%. Что касается демографических показателей, то в год усиленной борьбы с новой коронавирусной инфекцией они ухудшились, порождаемости на 3%, а посмертности на 10%. Отчитавшись по основному вопросу, Владимир Ощупкин ответил на заранее поступившие вопросы депутатов. В частности, народных избранников интересуют, какие меры принимает администрация для предупреждения засоления водопроводной воды. В этом году во время нагонных явлений эта проблема стала особенно остро. АЗО «Водоканал» не имеет технологической возможности очистки воды с высоким содержанием растворенных минеральных веществ. Поскольку раньше такой проблемы по большому счету не возникало, то АЗО «Водоканал» в некоторой степени оказался не готов к такой проблеме. Тем не менее, предприятие принимало все меры по обеспечению производства и подаче населению питьевой воды, качество которой в целом соответствовало требованиям действующего законодательства. В настоящее время по результатам проводимого производственного контроля показатели качества питьевой воды находятся в пределах установленных гигиенических требований и нормативов. По словам Владимира Рощупкина, необходима модернизация городских очистных сооружений водопровода и установка опресняющих сооружений. При этом проблема соленой водопроводной воды вышла за рамки одного муниципалитета и рассматривается правительством Ростовской области. Со своей стороны город Азов направил в Министерство природных ресурсов, в Министерство ЖКХ Ростовской области соответствующее обращение с просьбой включения нас в государственную программу «Чистая вода». Сейчас МинжКХ запросил у нас ряд документов для более детальной проработки этого вопроса. Этот вопрос находится в стадии рассмотрения. По срокам я пока ничего сказать не могу, поскольку, сами понимаете, силами муниципалитета модернизировать системы очистки воды на муниципальном предприятии «Водоканал» мы не в состоянии, потому что речь идет о больших средствах. Существует и другой вариант – передача муниципального предприятия «Азоводоканал» в концессию. Одно из этих решений в любом случае позволит эту ситуацию справить. Либо включение в федеральные государственные программы, либо передача мощностей «Водоканала» в концессию с модернизацией этих сетей уже инвесторов. Еще один вопрос депутатов связан с перспективами другого муниципального предприятия – «Теплоэнерго», для поддержки которого в прошлом году из областной казны была направлена очередная субсидия. Эта сумма составляла 58 миллионов рублей. Эти средства были направлены «Теплоэнерго» и погашены этими средствами была кредиторская задолженность предприятия частично. С 3 сентября 2018 года нами проводятся поэтапные мероприятия в соответствии с федеральным законом о концессионных соглашениях в отношении поступившего от ТРИО распределенной генерации «Азов» заявления о заключении концессионного соглашения в порядке частной инициативы. В данный момент администрации проводятся согласительные совещания с потенциальным инвестором о возможности заключения этого соглашения на иных условиях, нежели им были предложены. В марте месяце министр ЖКХ Ростовской области провел совещание по вопросу модернизации теплового комплекса нашего города. Параллельно Азовская администрация ведет переговоры с потенциальными инвесторами – компаниями Ростелеком и Сбербанк, от которых поступило предложение заключить энергосервисный контракт по имущественному комплексу «Теплоэнерго». Большинством голосов депутаты решили отчет главы администрации принять к сведению. Перед светлым праздником Пасхи служители церкви от имени жителей Азова, пожертвовавших средства на приобретение необходимой медицинской аппаратуры, в очередной раз передали в ковидный госпиталь семь ингаляторов и четыре тонометра. В продолжение той акции, которую мы передавали кислородные концентраторы для больницы, вот и оставшаяся сумма, там люди немножко там помогали, и вот врачей спросили, они попросили купить ингаляторы для больных, это тоже для восстановления уже легких, и тонометры. Получается, мы на оставшуюся сумму, которая осталась у нас, с денежками приобрели семь ингаляторов по запросу врачей, они подсказали, какие, вот, и четыре тонометра для отделения делечества ковидные. То, что делают люди от чистого сердца, помогает в лечении тяжелобольных пациентов. Многие говорят спасибо докторам и благодарят всех, кто помог приобрести медицинскую аппаратуру. Знаете, это вот дорогого стоит, когда вот в храм пришел человек и сказал, что попал в реанимацию, попал в ковидный госпиталь, у него было 80% поражено легких, вот, он увидел, что передавали, собирали эти средства на концентраторы, приобретали их. Он пришел и сказал, спасибо, я лежал под вашими кислородными концентраторами, это очень дорогого стоит. Я думаю, сказать большое спасибо всем врачам, которые принимают этот дар, потому что, ну, не от каждого человека и не от каждого Господь принимает жертву. Главный врач Центральной городской больницы Азова с благодарностью относится к таким пожертвованиям. Ведь помогают все – администрация района и области, Министерство здравоохранения, меценаты и простые жители города. Я хочу выразить благодарность нашим представителям православной церкви за их помощь, которая оказывается на уже постоянной основе, то есть периодически денежные средства, которые собирают прихожане, они облачаются в виде тех необходимых для нас приборов, которые наши отцы передают нам для использования в ковидных госпиталях. Спасибо им огромное. Помимо тех трат, которые несет муниципалитет, областная администрация, вот помощь простых граждан – это дорогого стоит. Коллектив ковидного госпиталя считает, что такие аппараты просто необходимы тем, кто начинает выздоравливать. Они искренне благодарят от своего коллектива и пациентов, всех горожан за неравнодушие, сердечность и поддержку. Благодаря этим аппаратам пациентам становится легче дышать, и они быстрее идут на поправку. Хочу напомнить вам о том, что необходимо носить медицинские маски в общественных местах, мыть руки с мылом и обязательно, обязательно идти на прививку как можно быстрее для того, чтобы защитить себя и свое окружение от этой серьезной страшной инфекции. Екатерина Четверикова, Валентина Сираж, Юрий Бабенко, Азов.Инфо На одной из центральных улиц города Азова долгое время в заброшенном состоянии находится одноэтажный многоквартирный дом, который стал объектом притяжения для подростков и асоциальных личностей. По словам исполняющей обязанности главного архитектора города Марины Ковалевич, ранее собственнику было выписано предписание навести порядок по кругу его территории, так как дом находится в непреклядном состоянии и портит общий облик центральной улицы. Собственник по улице Московская и переулок Тимирязева обращался в администрацию города Азова ранее за получением исходно-разрешительных документов градостроительного плана земельного участка и пошел на проектирование. В планах спроектировать, запроектировать многоквартирный жилой дом на данном земельном участке, так как он был там ранее построен, скажем так. В настоящее время собственнику выдано уведомление о необходимости восстановления ограждения вокруг своего объекта и устроить охрану на данном объекте. Собственник уведомил о том, что до 1 мая все работы будут выполнены. До настоящего момента к нам собственник с проектом не обращался, проектная документация администрации города не изучена, не рассмотрена, поэтому как только к нам обратятся с проектной документацией, будет понимание, будет ли там объект, какой будет объект конкретно и можно ли там развестить вообще по нормам многоквартирный жилой дом. Мы продолжаем авторскую рубрику Германа Токарева онлайн. Гостем сегодняшнего выпуска стал человек редкой профессии кузнец Владимир Кочегура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Владимир, вот самый первый вопрос. Мы к вам ехали очень долго. Вы здесь с рождения живете или что-то побудило вот именно сюда перебраться? Нет, я вообще родился в Азове, потом уехал в Питер, там прожил уже не помню сколько точно, но довольно много лет. Потом очередной раз приехал в отпуск к родителям, так у меня родители живут в Азове, вот, и каким-то странным образом меня занесло сюда. Я даже не понимаю, как это, честно говоря, так сложились просто обстоятельства, что я закрыл историю Санкт-Петербурга и оказался вот в этом хуторе. Для меня до сих пор это на самом деле удивительно. А вот кузнечное дело? Кузнечное дело первое, я познакомился именно в Петербурге, вот. Ну, товарищ мой занимался этим делом и предложил мне поучаствовать в проекте поковки, вот. Ну и как бы вот первый раз я познакомился именно там, с горным, с железом, с наковальными и все остальное. Это сколько вам лет было? Это где-то мне было уже, сейчас скажу, где-то 35-36, что такое, где-то так. Я до этого не имел представления об этом. А чем до этого занимались? Разным, ну, в основном, именно чем я в Питере живу, это промышленным альпинизмом. Как бы катался по всей стране, там, из-за полярный круг и, как бы, всякие командировки там по полгода. Промышленный альпинизм довольно хорошо, ну, платили в то время, и можно было себя комфортно ощущать. Вот, потому что было жилье в Питере, как бы, и вполне комфортно. Вот, ну, просто в какой-то момент уже это все, как бы, подустал. Ну, и здоровье, как бы, все равно же прыгать, скакать по всяким конструкциям. И вот ушел к товарищу, попробовал, ну, понравилось. Сначала, конечно, я не понял, что это такое вообще, долго не понимал. Потом потихоньку, потихоньку стало вроде получаться. И когда переехал сюда уже, как бы, оно само собой уже, разумеющееся было, ну, что я буду заниматься именно этим делом. Вот. И сейчас я вообще абсолютно не жалею, просто. Мне все нравится. Вы один здесь живете? Да. Да, да. Вот это же получается, как такой отшельнический образ жизни. Ну, почему нет? Ну, у меня куча людей здесь бывает, приезжают гости, друзья, товарищи и вообще экскурсии. Не, ну, просто у меня есть много, да, личного времени. Это очень ценно, я бы сказал. Ну, мне комфортно. Вот. Вот интересно, знаете, какой вопрос? Чем вы занимаетесь в свободное время? Все-таки вот такая атмосфера, как здесь, она располагает, как по мне, так, наверное, к чтению книг, там, вот, к художественному искусству. Нет, ну, это может так показаться, потому что свободного времени тут катастрофически не хватает. Ну, если походить по моему двору, дому и в кузне, то тут всегда найдется, что делать. Поэтому, раньше я читал, конечно, книги, и довольно много. Но сейчас это может только быть техническая литература, все, что связано с ковкой. И то, и так, ну, крайне мало. У меня с утра и до вечера есть куча дел, куча обязанностей, чтобы поддерживать и дом, и сад, и кузню, и опять же, работать. Потому что это единственный мой хлеб, как бы, и кузня. Вот. Свободного времени катастрофически не хватает. А когда туристы приезжают к вам, вот что вы им показываете? Дети, да, дети приезжают, вот специально наковалинка маленькая для детей. Вот. Детям какие-то азы показывают. Показывают, что металл, каким он становится, когда нагревается, что он становится мягким и податливым. Как пластилин. Все же дети с пластилином, как бы, работали или пили, знают, что такое пластилин. Металл такой же, когда его нагреть. И знакомлю их, что такое вообще металл, как это работает. Куем гвоздики в основном, там, мальчики ножички просят. Девочки, бывает, колечки просят. Ну, как бы, что дети просят и что возможно, мы куем. Рассказываю, показываю, по истории там что-то им объясняют. Так, а взрослым? Взрослые, ну, мужчины, конечно, просят ножи, а взрослые, барышни, просят. Кстати, вы рассказывали, что с оружием вы не особо любите. Ну, не сильный любитель, да, но, в принципе, нож можно сделать, но я небольшой любитель ножей. Вот, потому что есть большое количество людей, кто занимается этим профессионально. Вот, но сейчас можно нож любой купить. А, допустим, ну, приехать сюда взрослому человеку и самому с моей помощью сделать себе нож, но это, как бы, ну, интересно. Поэтому человек приезжает, допустим, и мы с ним куем нож, человек его забирает домой, и он может отдать, там, этот нож, ну, своему, грубо говоря, сыну, там, внуку передать, вот. Нож, который выковал он сам. Вот при работе все-таки с металлом, потому что, ну, такая деятельность у вас, кузнечное дело, основные вот все-таки сложности, это какие? Ну, кроме физической силы, я так понимаю. Ну, как это ни странно, сложности, ну, хочется быть автором какого-то изделия, поэтому сложности, наверное, в музе. Вот, потому что хочется что-то сделать, ну, не скопировать, не откуда-то взять, а придумать что-то самому, какие-то сделать хитрую операцию, какой-то хитрый ход сделать. То есть, в любом случае, это творчество? Ну, абсолютно. Несмотря на то, что же лезо вроде бы. Да, это, ну, это, я бы сказал, это стопроцентное творчество, потому что бывает, когда ты делаешь какую-то задачу, ну, бывает, ты идешь по какой-то мыслью и куешь, а бывает, оно рождается во время работы, вот. Ты сам пока не понимаешь, руки работают, как бы, мозг отключен, но ты потом видишь, что куда ты двигаешься, и, как бы, тебя ведет эта работа, вот. Рождается все в руках. Это интересно, и это, как бы, не объяснить, пока не станешь за горн, как бы, не станешь на ковальне и не постучишь, потому что многие люди, которые не знали, приезжали сюда и пробовали что-то делать, вот. И их это так заинтересовывало, что они мне звонят, и, Вова, мы хотим что-то сделать. У нас руки прям чешутся. Ну, это интересно, люди прям прочувствовали, что это какая-то метафизика определенная. Поэтому проблема на самом деле, ну, единственное, это муза. Это вот вдохновение и решить эту задачу. В чем вы черпаете эту музу, это вдохновение? Ну, в первую очередь, я делаю то, что мне нравится, вот. А это важно, ну, как бы, это крайне важно, просто. Это очень круто, когда, мне кажется, когда человек делает то, что ему нравится, не то, что заставляет его. Вот, поэтому я, допустим, стараюсь, ну, практически никогда не работаю по чему-то дизайну. Вот, как бы, я стараюсь придумывать все сам. И когда ты берешь вещь уже, которая готовая, все, она уже, ну, полностью, ты воплотил свою мысль. Вот, то она где-то летала в голове, а тут ты берешь и все, ты в руках держишь. Это, ну, это круто. И это придает силы, как бы. Ну, и людям нравится. Люди, когда пишут или там забирают вещь и положительно отзываются, то это силкой дает, и хочется дальше творить. Далее смотрите новый выпуск программы «Голос минувшего». На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова